Проблемы казахстанских фермеров обсудили на самом высоком уровне. Заседание в Мажелесе началось с констатации. Агропромышленному комплексу страны не хватает свыше 2 триллионов тенге. Подсчеты сделал глава Ментельхоза и вице-премьер по совместительству Мирзак Шокеев. А на что конкретно направят эти деньги, попросим рассказать Анвара Шалекенова. Он знает все подробности. Добрый вечер. О каких проблемах идет речь и зачем нужно столько денег? Рашид, здравствуй. К тем самым проблемам, о которых вы сейчас говорили, я еще вернусь и расскажу подробно. А начать хочу с того, что сегодня фойе зала заседания на несколько часов превратилось в ярмарку сельхозпродукции. В прямом смысле этого слова. Минсельхоз накормил депутатов перед заседанием правчаса. Ведомство, возглавляемое Шокеевым, предлагает интенсивно развивать мясное, молочное, животноводство и птицеводство. Именно продукцию этих отраслей предложили продегустировать депутатам. Так вот, Гульжана Карагусова охотно попробовала козье молоко, а Загипа Балиева интересовалась отечественным медом. Даже прикупила несколько килограммов. А где масло? Масло есть. Вот масло есть. Вот масло. Нет, это сын. А вот ложечкой прямо пополам. Это сметана. Попробуйте. А теперь к тем самым проблемам, которые существуют у фермеров. Их озвучил сегодня Умерзак Шокеев. Отечественные аграрии не могут правильно реализовать свою продукцию. Внутренний рынок забит отечественными сельхозтоварами. Поэтому вопрос рынков сбыта становится первостепенным, заявил глава Минсельхоза. Продукты, которые потенциально могут поставляться в зарубежные страны и пользоваться там большим успехом, это в первую очередь говядина и баранина. Из всех 30 видов продукции только по 5 у нас еще есть место на внутреннем рынке. По остальным продуктам мы уперлись в спрос. Также МСХ разработала долгосрочные отраслевые программы. Мы планируем создать более 80 тысяч семейных ферм, занятых скотоводством, овцеводством и коневодством. Расширение площади используемых пастбищ с 58 до 100 миллионов гектаров. Увеличение поголовья крупного рогатого скота до 15 миллионов голов. Овец до 30 миллионов голов. Это, кстати, не единственные планы, которыми поделился Шукеев. Производство молока в Министерстве сельского хозяйства планируют увеличить на миллион тонн. Объемы производства мяса птицы будут увеличены в 4 раза или со 180 до 740 тысяч тонн. Это все в рамках программы по развитию агропромышленного комплекса. Эту программу они провели через свою практику. Она имеет реальных субъектов, тех, кто готов ее принять и реализовать. Не в тиши кабинетов чиновники нарисовали программу. У нас есть 150 племенных хозяйств. Наша задача за 10 лет довести до 310. Я считаю, задача реальная. Анвар, а какова дальнейшая судьба Казагра? Ранее ведь говорилось о возможном банкротстве холдинга. Да, Рашид, после правительственного часа журналисты не могли не спросить Шукеева о Казагра. Банкротство холдинга, заявил Шукеев, не допустят. А финансовые трудности объясняются двумя причинами. Первое. В свое время Казагра взял кредиты на зарубежных рынках в валюте. Второе. Часть средств была вложена в неустойчивые банки второго уровня. Здесь 58 миллиардов тенге, возврат которых откладывается. Я думаю, что Казагра является оператором правительства в сельскохозяйственной сфере. Поэтому мы не допустим банкротства. Мы стабилизируем ситуацию. Ну и напоследок я добавлю еще об одном новшестве от Минсельхоза. Ведомство внесло в парламент предложение по внедрению единого аграрного налога. Все потому, что поступление в бюджет от сельского хозяйства совсем мизерное. Кстати, дань аграрии, возможно, будут сдавать уже с осени этого года. Рашид, официальный Астана. В понедельник запомнилось именно такое. Вам слово. Спасибо, Анвар. Я напомню о проблемах казахстанских фермеров, рассказал столичный корреспондент Анвар Шелекинов. Продолжение следует...